Чем привлечь молодежь, чтобы она стремилась оставаться жить и работать в республике? Тема оказалась одной из главных на прошедшем в Сыктывкаре гражданском форуме. Прозвучавшие предложения и решения уже вошли в проект и нужен республике. Его инициировали общественная палата и госсовет. Эдеп поддержал глава, отметив, что органы власти должны объединить усилия с общественностью по созданию максимально комфортных условий для жителей и привлечению новых людей в регион. Константин Куратов продолжит тему. В свое время в Старожевске обеспечили учителей благоустроенными домами с хозяйством. Был стимул добросовестно трудиться. Государственное распределение специалистов вкупе с обеспечением ведомственным жильем – это и сегодня выход, считает директор Старожевской школы и депутат Совета Картнеросского района Ангелина Захаренко. На форум она приехала после многочисленных переговоров с населением. Там предлагают менять государственные подходы. К примеру, филиал Сыктывкарского автомеханического техникума уже год как без автодрома. Нет средств на реконструкцию. Не будет, стало быть, и своих специалистов. В этом филиале обучаются трактористы, машинисты сельского хозяйства, обучали и дорожников. Я сегодня утром еду на форум в 7 часов. Уже работают дорожники, наши выпускники. Кто работает в Нёбдиной, Старожевске трактористами? Наши дети, которые закончили этот филиал. А сейчас проблема автодром. Уперлись. Без него не можем дать водительские категории ни Б, ни С. А это ведь обязательные условия по квалификации тракториста. Не меньший отток наблюдается и в городах. Ежегодно республику покидают около 10 тысяч человек. Это квалифицированные и активные кадры, которым другие регионы показались более привлекательными. Доктор Фаузер предложил задуматься не столько над тем, почему уезжают из региона, а ещё над тем, почему не приезжают, как это было раньше. Да ради бога, пусть уезжают лучше. Но почему и лучше, и хотят приехать сюда. Многие же приезжали раньше и живут здесь всю жизнь. Например, если взять поколение, которым сегодня 50, 60, 70, ты спроси, откуда они? Они все будут выходцами не из республики Коми. Но они сюда же приехали, какие-то были мотивы, стимулы, и остались здесь, и нравится им жить, например. А сегодня мы почему-то говорим, вот надо оставить, надо оставить. И не надо всех оставлять, пусть тоже двигаются. Движение – это жизнь, например. Но надо сделать так, чтобы они к нам приезжали. Пора развернуть пропагандистскую работу, больше обмениваться студентами, чтобы повышать престиж в глазах не только соседей, но и жителей своего региона. Эксперты идею поддерживают. Вот только уезжать за знаниями иногда и неплохо, если знать, что ждут дома. Известный в прошлом радио диджей Семён Кулешов считает, что в прежней роли уже достиг потолка. Поработав пару лет в Польше, вернулся на родину с новым багажом. Нахождение здесь само по себе, уже не знаю, на каком-то ментальном плане, оно помогает. Ну, в родном доме и стены лечат. Поэтому здесь больше возможностей для реализации, потому что, ну, я здесь родился, я здесь вырос, у меня здесь огромное количество друзей, связей, знакомых. Анна Чуракова сделала карьеру в Москве, но спустя 9 лет тоже вернулась, чтобы заняться бизнесом уже в КОМИ. Мы пишем массу книг для детей в том числе и в основном для детей. И подростков о том, насколько богат наш край, насколько он удивителен и уникален, об истории КОМИ. Мы сейчас пишем очень интересную книгу. О преимуществах жизни и работы в КОМИ перед форумом своим мнением поделились и члены Республиканского экспертного совета, и просто активные граждане. Большинство назвали основным преимуществом северный стаж, северный районный коэффициент и увеличенные отпуска. На втором месте природно-климатические условия. В лидерах также уникальная культура и традиции, отсутствие межнациональных конфликтов, многообразие исторических мест. Среди других преимуществ респонденты назвали богатые природные ресурсы, не на последнем месте и образ жизни в регионе, провинциальность и спокойствие, а также экологическая безопасность. Мотивировать молодежь и специалистов на жизнь и работу в Республике, по мнению экспертов, необходимо прежде всего финансовой поддержкой. На втором месте обеспечение жильем, также среди основных показателей трудоустройство и профориентация. Крайне важна для молодежи, по мнению экспертов, обеспечение детей местами в детсадах, возможность получения качественного образования в регионе, высококачественная и доступная медицина. Не на последнем месте и развитие промышленности и сельского хозяйства, а также помощь предпринимателям. Немножко изменить кадровую политику, изменить отношение к ряду проектов, например, президентская программа. Мы считаем, что не совсем в полной мере мы используем этот проект «Крахаль». Сегодня больше это инноватика, а мы видим это как и некие кадровые клубы, которые бы работали, как, скажем, это делают российские семинары, российские сборы. Не случайно по итогам работы кадровой площадки основным приоритетом собравшиеся назвали повышение качества жизни, формирование условий для жизни и самореализации, чтобы люди хотели жить в коме или стремились вернуться. С другой стороны, надо активнее воспитывать собственные кадры, как рабочих специальностей, так и управленцев. Сбор идей, как это сделать и в каком порядке, продолжается. По каждому направлению организаторы подготовят дорожные карты с конкретными шагами по реализации. Константин Куратов, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.